Иисус сказал, когда однажды вошел он в храм, что он назвал это место домом молитвы, домом молитвы, и как важно, чтобы мы внутри имели вот это вот состояние, молитвенное состояние. Иисус сказал ученикам своим, чтобы они не отлучались из Иерусалима, не отлучались, что-то важное должно было произойти, и Он сказал, ожидайте этого, ожидайте обещанного, обещанного, которое я пошлю вам от Отца, от Отца ожидайте Духа Святого. И сегодня, как хочется, чтобы вот этот Дух ожидания, Дух ожидания, вот это вот состояние нашей внутренности, что мы сегодня ждем, ради чего мы приходим в церковь, ради чего мы собираемся, почему мы оставляем какие-то дела, жертвуем временем своим, ради чего. Если действительно это ради того, чтобы быть наполненным сегодня им, то я знаю, Он верный своему слову. Он говорит, что на жаждущее и залью свои воды, пролью потоки на иссокшее. Бог верный. И сегодня Он на этом месте, если мы действительно искренне обращаемся к Нему, Он обязательно это совершит. Небеса открыты, чтобы потоки Его дождя изливались на жаждущие сердца. И мы должны сегодня находиться в состоянии ожидания. Состояние ожидания. Это так важно. Я вспоминаю историю одного очень известного человека прошлого столетия. Его звали Эван Робертс. В 13 лет этот подросток, он пережил покаяние, получил спасение. И на одном из собраний в 13-летнем возрасте он услышал, как диакон церкви говорил о том, что Бог может в любой момент посетить это место очень сильно. И почему-то именно эти слова проникли этому молодому парнишке в его сердце. И он решил для себя, что не пропустит ни одного собрания, потому что он так верил, что однажды, придя на служение, это служение будет абсолютно другим. Не таким, как всегда. И Бог как-то по-особенному будет двигаться. И когда были моменты, когда просто его сверстники во время служения, они просто шли, развлекались спортивными играми, играли в футбол, другие мероприятия. Вот, они, некоторые смеялись и говорили, Эванс, такие молодые у тебя годы, где можно повеселиться, просто радоваться жизни, ты идешь в церковь. И у него были искушения пропустить, но вот это слово, которое в 13-летнем возрасте проникло в его сердце, что Бог в любой момент особенно посетит нас. И он не хотел пропустить вот этого момента. Вы знаете, что мы сегодня ожидаем, когда мы идем в Дом Божий? Что в нашем сердце? Действительно, у нас ожидание Божьей славы на этом месте. Действительно, мы хотим этого движения? Или просто эта обыденность, просто так поставлена, так просто решено, мы идем, потому что сегодня день воскресный, куда-то нужно пойти? Или воистину внутри нас есть нечто, что не дает нам покоя? Что мы не удовлетворены тем, что мы сегодня видим, зная о великом Боге, зная о Его славе и могуществе? Неужели мы можем быть спокойны, когда знаем, что Бог, в Которого мы верим, Он невероятно богат Своей силою, могуществом? И это Он все дал Своей церкви. Поэтому Иисус говорит, ожидайте, вот этого момента ожидайте, дух ожидания. Сегодня я вижу утрачен в церкви, дух ожидания, ожидания Бога. Сегодня столько вещей, которые заменили Божье присутствие. Мы иногда удовлетворяемся теми вещами, что не связано с Богом. Уже столько есть вещей, которые просто, мы можем о них поговорить, послушать, рассказать сами или же увидеть, и это достаточно. Но как хочется в эти дни, чтобы пришло настоящее, это движение Его. И все это начинается с состояния моего сердца, когда я ожидаю этого. Когда ожидающие люди собираются, они хотят этого, чтобы Бог в Своей славе, в Своей силе был открыт на этом месте. Дорогие мои, я знаю, что когда мы просим о каких-то нуждах, Бог может по Своей благодати и милости, он коснуться и решить какую-то проблему, восполнить какую-то нужду, но я также знаю, когда приходит Его присутствие, там просить не надо. Там приходит такое положение нашего сердца, где мы принимаем, где мы просто видим то, что Бог делает. Как хочется, чтобы на этом месте мы были участниками того, что Бог будет совершать в присутствии Своей славы на этом месте. Я не сомневаюсь, что это даровано церкви. Сегодня я хочу говорить именно об этом, я уже начал об этом говорить. Я хочу прочитать такое место, записанное во втором послании Коринфянам, 3 глава, 17-18 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Кто верит в это? Что это не просто слово сказано Павлом, просто Павел сказал это, написав послание Коринфянам, Коринфянской церкви. Это слово сегодня актуально в наши дни. Господь есть Дух. Он есть Дух. Для некоторых людей им хочется что-то пощупать, чтобы убедиться в наличии и присутствии этого предмета, вот этого монитора. Почему я знаю, что он здесь? Мои глаза видят. Я наблюдаю, когда хожу, смотря на вас, чтобы все-таки не зайти и не споткнуться, вот через монитор. Я знаю, что есть вещи, которые, они просто материальные вещи, материализованные. Мы берем их, мы знаем, что это. Но Дух, Его мы не видим на физическом уровне. Слово Божие говорит о Дуще Святом, что, это сказал Иисус, что Дух дышит, где хочет. И Он приходит, и мы даже не знаем, когда это может быть. Но движение Духа, оно всегда ощутимо. Это не то, что так. Я верую, воспринимаю, что это есть. Вера – это очень сильное качество у христианина, когда мы верим в Его Слово. Но вера – это не просто встать на Божие обетования, это также увидеть через эти обетования Божие движения. Господь есть Дух. И это не просто Дух, значит, что-то абстрактное, непонятное. Это Личность. И написано, где Дух Господен, там свобода. Свобода там, где Дух Господен. Я хочу вам сказать, что сегодня христиане не в полноте осознают ту свободу, которая приходит в присутствии Господнем. Когда это свобода. Вы знаете, в Его присутствии там нету демонов. Демоны уходят. Свобода. Дух Господен. Там свобода. Есть вещи, которые должны происходить с нами постоянно, когда мы имеем общение с Ним, когда мы наполняемся. Мы также читаем, апостол Павел в другом месте пишет Коринфянам о том, что совокупляющийся с блудницей есть одно тело, но соединяющийся с Господом. Вроде бы такое, какое-то контрастное сравнение, но я бы хотел, чтобы мы могли понять определенные вещи, которые Дух Святой через Павла говорил Коринфянской церкви, соединяющиеся с Господом. Как? Как это происходит? Как мы сегодня можем соединиться с Ним? Вы знаете, только в том случае, если Он находится среди нас. Если мы хотим этого, потому что Его Слово говорит, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Одно, соединение с Ним становится одним целым. Разве может человек, соединяясь с Господом, быть в рабстве греха, жить мирскими стандартами? Разве может человек, соединяясь с Господом, находиться во тьме? Никак! Соединяясь с Господом, то, что есть у Господа, становится одним целым и в моей жизни. Аллилуйя! Вот почему, где Дух Господен, приходит свобода. Я чаще и чаще стал задавать себе вопросы в этом направлении. Вопросы, не вопрос, вопросы. Когда просто ты анализируешь определенный пройденный путь, конечно, мы идем верою. Мы достигаем определенных вещей верою. Мы знаем, что верою получили спасение. В верою мы знаем, что Господь слышит наши молитвы. В верою мы знаем, что однажды покинем эту землю. Мы знаем так же, что если мы умрем и не дождемся момента восхищения церкви, мы идем на небесах. Мы знаем это верою. Но есть положение, которое стоит так же, где мы должны в это поверить. Это движение Божье. Где оно ощутимо. Где мы практически начинаем его переживать. Потому что нету теоретического преображения. Оно практическое в нашей жизни. Человек был мертвый, стал живым. Это практически. Это не потому, что я верю, что я теперь этого не делаю. Нет. Я этого не делаю, потому что я живой во Христе Иисусе. Древнее прошло. Теперь все новое. Это мы переживаем. Когда Иисус говорил о том, что вы будете моими свидетелями. Он говорил о вещах реальных изменений в их жизни. Они сдали его. Они имели встречу с ним. Они переживали его в своей жизни. Они могли делиться о нем. Сегодня можно говорить о всем, что хочешь. Какая церковь, сколько денег вложено. Какая аппаратура. Какие сегодня планы. Какие сегодня просто разные проекты. Но так мало сегодня можно услышать, кто он в моей жизни. Что он совершил. Вы знаете, свидетельство об Иисусе. Это не просто, что я знаю, что с кем-то было. Свидетельство об Иисусе. Это то, что он совершил в моей жизни. Это эти перемены, где мы читаем дальше здесь, от души Господни, там, где свобода, написано. Мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Мы на нее должны взирать. Сегодня, может быть, больше говорю о вещах, которые связаны с вопросами. Давайте спросим себя, видим ли мы эту славу. Где она, чтобы на нее посмотреть. Где эта слава, в чем она выражается, эта слава. Может быть, мы вообще не идем уже тем путем, который Бог определил. Потому что, если вещи, я вижу, что в последние дни Дух Святой, Он должен потрясти нас. Чтобы пришло настоящее. Все, что не настоящее, оно будет разрушено. Вот почему, когда написано, потрясу не только небо, но и землю. Потрясу все. Для того, чтобы мы могли увидеть то, что не подвергается разрушению. Это то, что связано с Богом. Это то, что связано с Его Словом. Непоколебимое. Оно пребывает вечно. Оно колеблется, но не разрушается. Не боится испытаний и трудностей. Вот почему христиане, которые строят свою жизнь на Слове Его, верою, они стоят на Его обетованиях, переживают Бога в своей жизни. Они не боятся потрясений, потому что знают, Божье всегда устоит. Оно всегда пребудет. Оно вечно. Халлелуя. Сегодня это должно нас вдохновлять. И если какие-то вещи вдруг в нашей жизни, они пошли не так, то, может быть, это тот сигнал, чтобы мы могли обратить внимание на то, что идет всегда так, как Бог определил. А это значит, нужно всегда искать Его. Давид говорит в 104-м псалме, чтобы всегда искать лица твоего. Всегда. Всегда. Павел говорит о том, что всегда, чтобы мы пребывали в молитве, были постоянны в молитве, чтобы действительно мы могли искать лица Его всегда. Для чего? Это правильный ориентир нашей жизни. Это то, что позволяет нам. Потому что слава без Господа не является настоящей славой. Слава настоящая там, где есть Господь. Когда Его присутствие приходит, в Его присутствии слава явлена. Бог не может прийти без славы. Он прославлен Господь. И Он приходит в этой славе. И мы взираем на эту славу. Мы взираем на то, что Он сделал. На то, что имеет силу преобразить нас. Не просто я стал теологически теперь образованным человеком. Нет. Слава делает меня похожим на Иисуса Христа. Когда я взираю на эту славу. Она меня не делает высоким в глазах каких-то людей. Слава, на которую мы взираем, делает меня смиренным. И эта слава преображает меня в образ Иисуса. Сегодня нам нужно искать этой славы. Нам нужно искать Божьего присутствия. Нам нужно, чтобы это наполняло это место. Чтобы мы не искали, кто лучше. Но чтобы мы смотрели, что Он среди нас. Который взял мои грехи, взял мои беззакония и умер за меня. Вы знаете, для кого-то это было полной отверженностью, полным позором и полным посмешищем. Но в глазах Божьих это была величайшая слава. Когда Его Сын висел на древе, умирая за грехи всего человечества. Возлюбленные. Сегодня люди считают славой. Это просто, когда популярность их растет. Нет. Слава. Когда Иисус в моей жизни раскрывается. Когда Он начинает прославляться через мое хождение, мою разговорную речь, мои отношения с ближними. Когда ближние люди, они после общения со мною не находятся в поддавленности, но они преображаются. Божья слава имеет силу преображать нас в образ Иисуса Христа. Слава Богу. Там, где Дух Господен. Возлюбленные, давайте вместе скажем. Потому что это вызов нам. Там. Вот там. Может быть это место, о котором Бог говорит, что это вот здесь. Там. Может быть это еще где-то. Но нету разницы. Там. Скажите вместе. Там. Там. Где Дух Господен. Там. Там свобода. Там свобода. Кто в это верит, скажите громко Аминь. Аминь. Если вы верите, что там, где Дух Господен, там свобода. И дальше написано, что мы взираем на славу Господню. Мы взираем на славу Господню. Преображаемся в тот же образ. От славы в славу. Как от Господня Духа. Как от Господня Духа. Дух Господен. Здесь, вы знаете, Его присутствие приходит тогда, когда мы верим в это. И хотим этого. Я знаю, есть положение, когда мы просто стоим в вере. Есть положение, когда эта вера, она начинает изменять атмосферу, которая вокруг нас. И приходит Божье присутствие. Некоторые люди, они отвергают все сверхъестественное. Но я вам хочу сказать, что живя в этом физическом мире, находясь здесь, как и все прочие люди, весь этот мир, он контролируется духовным миром. Но есть определенные структуры в духовном мире, о которых сказано в Писании, что это структуры Божьего Царства. Они имеют влияние. Это не просто заочно Иисус сказал о силе Царства Божьего. Вы знаете, сила, она в чем-то проявляется. Ветер, который дует, мы наблюдаем за ним. И чем больше сила ветра, чем больше мы видим проявления и действия этого ветра. Мы не можем видеть сам ветер, эти потоки, но мы видим действия этого ветра. Мы можем наблюдать эти действия, эту силу ветра в том, как колышутся деревья, в том, что может происходить. Насколько больше сила ветра, тем больше очевидны мы видим действия этого ветра. Дух Святой в нашей жизни – это ветер, это движение, это сила. Нигде не сказано о Духе Святом, что это просто нужно поверить. Но говорится о нем как о силе. Силу мы ощущаем, мы ее переживаем. Мы не можем просто так, я верю, что есть сила. Нет, сила, которая дана нам через Дух Святой. Написано, вы примете силу. Есть сила. Мы ощущаем эту силу. Это движение Божьей силы мы ощущаем. Я хочу, чтобы мы правильно могли сегодня сориентироваться. Мы живем во время, где церковь, она должна подняться из хлама. Подняться из всех этих мирских разных вещей, которые налепились на церковь. Сегодня столько моментов мы наблюдаем, которые происходят в церковь. И эти вещи решаются просто на религиозном уровне. Путем каких-то определенных постановлений. Мы решили, мы постановили, это должно, это не должно. Вот так надо, вот так не надо. Вы знаете, в каких-то вещах это держится. Вот. Я вам скажу, что в мусульманском мире, где нету Духа Божьего, есть правильные стандарты, люди придерживаются, и все нормально. То есть, другими словами, это не показатель, когда мы придерживаемся каких-то стандартов. Это нужно делать. Но когда приходит Дух Господень, Он никогда нас не повлечет к разврату, не повлечет к похоти, никогда Он не повлечет к вещам, которые будут стоять против Бога. Дух Господень, Он приведет нас к свободе. Свобода от всего, что ненавидит Бог, что противно Богу. Сегодня движение Божье, оно так необходимо в это время церкви. Вот я хочу сегодня оставить вот это семя Божьего Слова, чтобы в нашем сердце, в этом году, 2014 год, когда мы ожидаем Божье движение, чтобы это не было просто, вот хорошо собрание прошло, чтобы не было просто вот в этом вот, вот так вот оно, и все на этом. Нет, это движение внутри меня всегда, на всяком месте, где бы я ни был, Божье движение, Божье движение. Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим везде, везде. Сегодня мы закрылись в стенах церкви, но Дух Господень, который помазал для того, чтобы Его слава была явлена везде, где бы я ни находился, на всяком месте, Его слава, везде. Благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпускать измученных на свободу. Скажите мне, братья и сестры, разве возможно это сделать просто на уровне талантов, способностей? Да, может быть, в какой-то степени можно какие-то вещи сделать, но хочу вам сказать, чтобы открыть глаза слепым, чтобы отворить темницы, чтобы хромые начали ходить, чтобы люди, сидящие во мраке, увидели свет, нам нужна сила Духа Святого, о Котором сказал Иисус, вы примете, чтобы действительно Слово, которое мы проповедуем, оно было, это Слово было не просто нашим, но Словом Божьим, где движение Божье в этом Слове. Несколько таких моментов о Духе Святом, вообще направление сегодня этой темы, это преображающая сила Духа Святого. Иисус, Евангелие от Иоанна, Он сказал такое Слово, я прочитаю это и в 14, и в 15, и в 16 главе. В 14 главе с 26 стиха Он говорит, «Утешитель же Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Обратите внимание на вот ключевое такое, что вот меня, допустим, заставляет задумываться, что Иисус, говоря о Духе Святом, Он говорит, что когда Он придет, у Него будет определенная функция, которую Он будет исполнять, в чем она выражена? Это функция, то, что Я говорил, Он напомнит. Он говорит о том, что Он научит вас всему, что Я вам говорил. Другими словами, все, что сказано в Писании, это слова Иисуса, это Слово, которое говорит о Нем. По-другому сказать, что Дух Святой, Его назначение, это преломить, это Слово всемогущего Бога, чтобы раскрылся Иисус, всему Он научит, что связано с Иисусом. 15 глава, сказано так, 26 стиха, «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». снова речь идет о том, что Дух Святой, Он будет свидетельствовать об Иисусе. 16 глава мы читаем также, Евангелие от Иоанна, с 13 стиха, «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет». Он есть Дух Истины и наставит на всякую истину, и такой оборот не от Себя говорить будет, а от кого же. Но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Другими словами, Дух Святой, Он не придет устроять свое царство. Все, что Он делает Святой Дух, Его назначение, это раскрыть Иисуса. Вот почему Павел молился и говорил о том, чтобы Дух при мудрости и откровения пришел к познанию Иисуса Христа. Без Духа Святого, без этой личности, которая послана в нашу жизнь. Вы знаете, одна из серьезных я вижу причин, почему мы не видим движения Божьего, потому что сегодня как никогда игнорируется эта личность. Игнорируется. потому что все, что связано с познанием Иисуса, все, что связано с откровением, все, что связано с тем, чтобы жить в свободе, оно будет связано с Духом Святым, который это все будет открывать. У Него есть сила взять букву и сделать животворящим Словом, которое будет иметь силу преобразить нас. Сегодня столько людей, когда они просто живут по букве, вот так ты должен, вот так ты должен. Сегодня люди устали слышать я должен, я должен, я должен. Они уже устали стараться, стараться и снова срываются и снова стараются и снова падают и снова стараются и вроде бы уже укрепились и снова упали. Сколько людей разочарованных по этой причине. Вы знаете, они искренне хотят жить в победе, искренне хотят успехов, искренне хотят добиться целей. Но почему это происходит? Одна из причин, потому что они сами это делают, но Иисус указал на Духа Святого, когда Он придет, сосредоточьтесь на Нем, потому что в Нем будет сила открыть вам Меня. То, что вы слышали, эти слова оживут, они придадут вам стимул подниматься, побеждать и иметь успех. И тогда, когда мы это будем видеть в своей жизни, никто из нас не скажет, это Я достиг, это Я сделал, мы будем говорить, это Он в моей жизни, благодаря Его благодати, Его силе, Иисус открылся в моей жизни. Он скажет о Нем, Он раскроет Его в нашей жизни. Возлюбленные, вот почему Иисус покидает эту землю, Он просил их не уходить из Иерусалима до вот этого момента. Он знал, что если они дождутся, и когда взойдет Дух Святой, тогда все, что Он имел в виду, чтобы на этой земле осуществилось, осуществится, будет сделано, и Бог будет прославлен. Если мы игнорируем сегодня Святого Духа, да я как-нибудь сам, да ничего, еще раз попробую. Вы знаете, только в присутствии Святого Духа личность Господа становится для нас близким. Только в Духе Святом мы имеем эту возможность соединиться с Господом и стать одним целым. Только благодаря Святого Духа, Слово, которое мы слышим, оно не как буква, но как животворящая сила преображает нас. Сегодня столько людей пытаются по букве преобразить себя. И в этом состоянии, находясь, они гневаются, в обидах, у них зло подступает. Нет, сегодня это легализуется одним словом, такой у меня характер. Сегодня это можно слышать у христиан, а что я могу сделать, такой характер. Бог вот таки меня спас, это все к Богу претензии, это Он меня вот такого вот спас, вот такого спыльчива, вот такого вот обидчика. А я что могу сделать? Да, я спасен, это по благодати, не от меня, все, я верю в спасение. А то, что у меня такой характер, это к Богу претензии. Вы знаете, это неправильно. Потому что когда мы соединяемся с Его Духом, не наш характер, а Его характер начинает преобладать в нашей жизни. Тогда Нагорная проповедь приходит в силу в нашей жизни. Тогда действительно Слово Божие, это не просто комплект каких-то знаний в нашей голове, это образ жизни. Это действие, которое мы имеем в своей жизни, когда действительно Он приходит, как написано, где Дух Господень, там свобода. Дух Святой не пришел, чтобы просто нам рассказать какие-то истории. Дух Святой пришел, чтобы раскрыть нам Иисуса, чтобы оживить Его слова, чтобы мы действительно были наполнены этой личностью, чтобы, идя на собрание, мы не просто думали, о, сегодня собрание, о, что там будет сегодня интересно, о, а кто сегодня будет проповедовать, о, тот человек, а, можно сегодня его просто через интернет посмотреть. Вы знаете, люди сегодня перебирают, они просто ищут что-то получить от человека. Я хочу вам сказать, возрубленная церковь, время пришло искать Господа, а не то, что от человека приходит. Искать Господа. И когда мы собираемся вместе, давайте искать лица Его, искать Господа, Его присутствие. Дорогие, можно указывать на те вещи, что мы сделали, что мы достигли, чего мы добились. И вы знаете, это, возможно, очень хорошие показатели. В глазах людей это может очень сильно впечатлять. Наши миссии, наши определенные дела, вклады, строительство, пожертвования на определенные там миссии. И вы знаете, это хорошо, что мы это делаем. Но это не главное. Для того, чтобы быть христианином, это не главное, когда мы это делаем. Ангелу Ефесской церкви было слово очень серьезное, где написано, «Знаю твои дела, ты трудился и не изнемогал. Ты много сделал, но имею против тебя, как Господь, Он что только сделал для тебя. И имею против тебя». Там были хорошие показатели. Там были хорошие дела. Эта церковь разоблачала уже апостолов. Они трудились, не изнемогали. Они многие вещи осуществляли. Но, говорит, имею. Оказывается, главное, то, что Бог хотел иметь. Он говорит, ты оставил первую любовь. И Он говорит, вспомни, откуда ты не спал и покайся. Вернись на то место, если это не произойдет. Вы знаете, все дела, все впечатляющие вещи, все, что мы можем сделать. Для Бога это ничто становится. Он говорит, я сдвину это. Любовь. Оно связано с отношением. Отношения не приходят сами по себе. Поэтому Дух Святой пришел, чтобы эти отношения с Богом в нашей жизни, они были крепкие. Вот почему сказано в Писании о том, что любовь излилась сердца наши Духом Святым. Мы иногда думаем, это для того, чтобы полюбить какого-то человека. Нет. Это для того, чтобы любить Бога и общаться с Ним. И тогда каждого, кого ты встретишь на этой земле, ты будешь любить, если ты любишь Бога. Это любовь, которая приходит через Духа Святого в наше сердце. В другом месте сказано так же, чтобы мы могли достигать любви. И написано о том, что Бог есть любовь. Высшая инстанция. Все, что может быть в жизни, это Он. И Он есть любовь. Возлюбленный, я верю, что что-то должно произойти в нашей жизни, чтобы Он был открыт, чтобы обогатились им тем, что Он имеет в своем характере, в своей природе, чтобы оно обогатило нашу жизнь. Мы живем на этой земле. Мы не знаем отрезок нашей жизни, сколько еще Бог отвел. Но как хочется этот отрезок провести правильно. Жить для Бога. Действительно иметь общение с Ним. Видеть Его славу. Преображаться в Его образ. Как от Господня Духа. Действительно наполняться откровениями и познанием Господа Иисуса Христа. Чтобы воистину в нашей жизни мы видели Его славу, Его движение, Его силу, Его могущество. То, о чем говорит Писание. Чтобы оно практически имело место в жизни каждого из нас в эти дни. Я верю, мы к этому призваны. Поэтому как хочется, чтобы это не просто в словах. Там, где Дух Господен, где-то там. Где вот есть Он, там и свобода. Нет. Именно здесь, именно вот на этом месте. Именно там, где я стою. Его присутствие, оно приносит эту свободу. И когда мы взираем, мы преображаемся в Его образ. В образ Господний. Мы похожи на Него. Халлилуйя. Мы будем молиться сейчас, дорогая церковь. В завершение я бы хотел подчеркнуть, чтобы мы действительно могли увидеть, что любое достижение, как это было в Ефесской церкви, когда их внимание, их фокус был направлен на то, что они сделали. Я стал ловить себя на том, что чаще удовлетворение получаешь от того, что ты достиг, что ты сделал. В этом есть удовлетворение. Это нормальное явление. Но это не главное, ради чего я живу и что должно мною двигать. Вы знаете, главное удовлетворение – это в познании Бога в моей жизни. Господь – это то, что цель в моей жизни – это Он. Его Слово говорит, что все от Него. Когда это от Него? Не просто Господь, благослови мои планы, мои проекты, мои цели. Ты видишь, в этом мы нуждаемся. Благослови, Господь. Нам это нужно сделать. Ну, ты же знаешь, Господь. И мы начинаем упрашивать Его. Господь, ну ты должен. Ну, как люди посмотрят. Господь, не опозорь нас перед людьми. Мы больше переживаем, как подумают о нас люди, и меньше думаем, как Бог о нас подумает. Как важно нам войти в Его волю, в Его планы. То, чтобы Он был прославлен. Все равно, что думают люди, лишь бы Он был возвеличен. Все равно, как подумает обо мне кто-то, лишь бы Бог был прославлен. Возлюбленный. Его присутствие так нужно сегодня в Церкви. Там, где Его присутствие, там, где Дух Господен, приходит свобода. И там, где свобода, мы начинаем взирать на Его славу. Не через призму своих недостатков. Не через призму каких-то своих достижений. О, Господь, Ты почтил меня, потому что я много сделал для Тебя. Нет, это ничто. Вы знаете, Он Бог. Он реагирует на наше сердце. Если мы искренне этого хотим, не имеет значения, через что Ты прошел, что происходит в твоей жизни, с искренним. Бог поступает искренне. Он обязательно явит Себя. И когда Он являет, тогда мы преображаемся. Не в какую-то динаминацию, но в образ Сына Божьего, Иисуса Христа. Халилуя. Давайте мы встанем. Я хочу, чтобы в этой молитве мы были искренне перед Богом. Чтобы это не было просто помолиться, чтобы закончить это собрание. Но чтобы в нашем сердце что-то сколыхнулось. О, Господь, я не хочу. Я не хочу просто этой обыденной религиозной жизни. Я не хочу просто быть прихожанином. Я не хочу просто в своей жизни видеть одно и то же. И на этом все. Я не удовлетворен. Я хочу того, что Ты сегодня имеешь ко мне. То, что связано с Тобою. Ты послал Духа Святого, Который открывает Тебя. Который говорит о Тебе. Который возьмет и даст от Тебя мне. Сегодня я нуждаюсь в этом. Возлюбленный, давайте мы искренне в этом плане будем простираться к Богу и молиться. Чтобы действительно мы не были людьми, которые только на словах что-то говорят правильное. Но чтобы мы практически в жизни могли видеть эти перемены. Потому что преображающая сила Святого Духа уже дано каждому из нас. Это сила, которая преображает, которая изменяет, делает нас другими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok